Кандидат исторических наук, директор государственного архива Одесской области. Большое спасибо, уважаемые организаторы конференции. Андрей Игоревич Валерий Леонидов, спасибо за то, что приглашаете архив. Архив является непременным участником всех конференций, которые вы с успехом проводите. Они очень важны и нужны. И большинство людей, которые присутствуют в зале, хоть раз бы приходили в Одесский архив. И не случайно выбрана такая тема, где и как хранится документальное наследие Одессы. Здание архива в архитектурных проектах 21 века. Одесский архив – это богатейшее собрание архивных документов. Вы видите эти цифры. Вкратце, это более 2 миллионов архивных дел с 1572 года. По настоящее время. Это не только документы в бумагах, но это и кино, фото, видео, фоно и на всех буквально носителях. Мы на пороге создания большого электронного архива, поскольку мы входим в эру электронных документов. Несколько таких примеров уникальных абсолютно вещей вы видите на представленной экспозиции. И вы видите, что действительно, по каким бы вопросам вы не обратились в архив, то вы всегда можете найти там ответ, поскольку представлены документы по всем сторонам жизни Одессы и не только Одессы, но и нынешней Одесской области и юга Украины. В этом уникальность нашего архива. В Государственном архиве Одесской области в довоенное время, вернее в дореволюционное время, не было места хранения концентрированных архивных документов. Все хранилось в архивах ведомств. Одним из крупнейших таких собраний был генерал-губернаторский архив до 1973 года, до 873 года, а затем Одесская городская дума. Более 200 тысяч документов. Где они хранились? Они хранились в здании, где и сегодня находится дума, в подвале. Неслучайно ассоциация любого человека, который не очень хорошо знаком с архивом, это подвал, пыль и какой-то тихий старичок, который колдует над архивными документами, или, как говорят, перебирает папки. Вот. Ну, в этом есть доля правды, поскольку я недавно разыскала, вернее, открылся мне такой документ о представлении к награждению архивариуса Одесской городской думы Епальничникова, который описывает свою историю. 35 лет он прослужил в архиве, просидел в подвале, в результате полностью его здоровье было разрушено, это и глаза, он потерял зрение, у него есть болезни легких и всякие другие профессиональные заболевания. Ну, и вот из этого его рапорта к городскому голове мы можем судить о тех, каковы условия были в архиве. Ну, и так и во многих других ведомственных архивах. В 1920 году создается другая система, и наследие советской власти, это система, которая существует и до сих пор. Это центральные архивы, которые отражают историю страны, это региональные архивы, областные, история области, это городские архивы, история городов, история районных, районных архивов и ведомственные архивы. Ну, что же было до войны? Вы видите адреса архива, который удалось нам установить. В 1925-1942 году архив располагался в разных местах. Это улица Короленко-7, это бульвар Фельдмана-120, это улица Ольгиевская-14, синагога, опять же, улица Десятилетия Красной Армии Преображенская-70, это тоже подвалы церкви, улица Красная Двардия, торговая-4. То есть, квартирный вопрос, архивный, он стоял на повестке дня всегда. Не было такого огромного здания, в котором можно было бы сконцентрировать Национальный архивный фонд. Тогда он назывался Единый государственный архивный фонд. Ну вот, в 1942 году произошли некоторые изменения. Во время оккупации румынские власти приняли решение перенести архив Сорбьевской в другое здание синагоги, на Пушкинскую, вернее, на Жуковскую-18, это здание бывшей Бродской синагоги. В 1944 году здание закрепили за архивом советская власть, и 20 лет происходила реконструкция здания. В результате внутри полого здания синагоги было встроено пятиэтажное архиво-хранилище. Общая площадь сегодня, занимаемая архивом, около 3000 квадратных метров. В 2016 году здание справедливо было передано Одесской иудейской религиозной общине Хабад Шамрай Шабос. Однако здание архива так и не было предоставлено, и на сегодняшний день этот вопрос решается. Это острый вопрос, и я вам покажу, как он решается и каковы перспективы наши, поскольку, мне кажется, судьба архива волнует и должна волновать абсолютно всех одесситов. И да, поскольку рано или поздно вы все придете в архив. Далее. Ну вот сегодняшнее состояние Жуковского-18. Это аварийное здание. Аварийное здание с 1988 года. То есть всего лишь более 20 лет здание продержалось после ремонта и реконструкции. И тогда это был выход, поскольку все документы были собраны в одно место. Но через 20 лет, из-за того, что и содержание здания в ненадлежащем порядке, и стоим мы на катакомбах, и по многим разным причинам, поскольку не проводился во время ремонта, это здание в 1988 году, повторяю, уже было признано аварийным. В 2003 году произошла, можно сказать, трагедия, поскольку здание раскололось, и фактически много усилий было предпринято для того, чтобы приостановить процесс разрушения. Но он не останавливается. Процесс разрушения идет. И вы видите, вот акт 2005 года запрещает нахождение там людей и архивных документов. Однако ситуация такова, что архив всем нужен. Поэтому три года архив закрывался на три года, с 2003 по 2006. Однако мы вынуждены были открыться, и в таких условиях мы продолжаем работать. Второе здание архива, это Пирововская, 29, бывший партийный архив. Здание с 1972 года, ни разу капитального ремонта не было. Здание, как вы видите, оно принадлежит, закреплено за Одесской областным советом. И вот что предлагается. Предлагается пристройка. Вы видите, она выединена голубым и белым. Эта пристройка никак не может удовлетворить потребности архива, поскольку она в два раза меньше, чем та площадь, которую мы сегодня занимаем. И вот возникает вопрос, а каково же будущее архива? Вы видите, что до настоящего времени мы находимся в исторической части города. И находились, хотя и в разных местах, но все-таки это была историческая часть города. Сегодня стоит вопрос о том, где вообще дом найти Одесскому архиву, где он должен быть. Итак, что же предлагает общественность, с которой мы обратились? Вот мой садокладчик сегодня Владимир Халин, глава Ассоциации одесских архитекторов, которые совершенно безвозмездно помогают нам решать эти вопросы. Тоже присутствует Андрей Черненко, который многие годы является нашим исследователем, пользователем архива со студенческих времен, и они помогают нам решать именно вот такие конкретные проблемы. Мы, разумеется, потребности свои озвучили. Это 12 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день 6,5 тысяч у нас есть, а если мы примем вот тот проект, предыдущий, это будет 4,5 тысячи, и мы просто не сможем переехать. Вот почему мы говорим о новом проекте, о каких-то инновациях. Что же, какие мы критерии, в общем-то, к зданию архива? Я много путешествую и никогда не прохожу мимо архива в разных странах, поэтому я вижу и знаю, каким должен быть современный архив, каковы критерии параметра. Пожалуйста, следующий. Ну, это наш архив на Пироговской. После ремонта крыши она продолжает протекать. Вот это после дождя мы переносим документы. Вот это несостоявшийся проект. Нам часто задавали вопрос, а что вы делали в течение всех этих лет с 88-го года? Скажу вам так, все пять директоров архива очень многое делали. Обращались в разные инстанции. Один из несостоявшихся, но хороших проектов, это вот эта столовая. Она принадлежала военному ведомству. Вопрос решался на самом высоком уровне и был как будто бы решен. Однако снова были политические перемены. Сменилось правительство и все, мы этого знания не получили. Оно бы нам подошло дальше. Дальше вот мы в поиске. Уже 2016 год. Видите на экране фотография Левчука Владимира Владимировича, нашего директора недавнего, который на территории завода Полиграф Маш. И тоже мы обсуждали вопрос реконструкции. Это с условием выкупа этого здания. Далее смотрим. Это тоже предложение Левчука, которое визуализировалось вот с такой картинкой. К зданию пункта канатная, 83, пристроить помещение для архива. Архиво-хранилище. И вот как оно бы выглядело, если бы приняли эту идею, которая была отвергнута дальше. Покажите, пожалуйста, вот это. Так бы оно могло выглядеть. И мы предлагали этот проект, и многое сделано. Дальше, пожалуйста, вот это во дворе. Итак, современный архив. Пожалуйста, современный архив. Это, во-первых, большое и комфортабельное хранилище архивных документов. Далее, центр дегитализации, электронный архив, отцифрование. Сегодня насущная потребность. Ну, разумеется, рабочие кабинеты, зоны отдыха. Читальные залы, столы справок. Реставрационные мастерские. А далее, выставочный зал, музей, конференц-зал. Это то, что есть в современных архивах. Аудитории для образовательных программ. Кинозал, парковка для автомобилей. Отель, кафе. Условия для посетителей с ограниченными возможностями. Зона комфорта и психологической разгрузки. Ну, несколько буквально фотографий тех архивов, которые мне довелось видеть. Ну, в каких странах, пожалуйста, назад возвращаюсь. Вот из этих стран, покажу несколько примеров. Смотрим. Это архив Японии. Четыре надземных этажа и четыре подземных. И точно такой же архив, как центр дигитализации. Там два здания. Далее смотрим. Это вход в архив. Видите, все то, что необходимо человеку. Припарковаться, выпить воды. Далее смотрим. Это огромный выставочный зал по периметру. Выставлены уникальные документы. Выставки постоянно посещает император Акихита, который живет напротив. Далее. Это кинозал при входе в архив. Документальные фильмы. Это зал для обучения, для... Да, немножечко. Далее смотрим. Это как раз и есть, вы видите, апартаменты императора, и там же огромный императорский архив. Это хранилище подземное, четыре этажа вниз. Далее смотрим. Это сувенирная продукция, которая выпускается архивом. Далее. Вот это архив Непала. То есть мы начали с азиатских архивов. Тоже старинное здание. Вот так выглядят архивные хранилища, в которых обязательный кондиционер. И выставочный небольшой зал там есть в самом же хранилище. Вот видите, как они хранят. Не в коробках, а в таких интересных обертках, крыльевых. И страна третьего мира, но кондиционеры есть. Вот это архив Нагавая. Недавно выстроен, 12 лет назад. Очень комфортабельный. В центре. Прошу заметить, что все эти архивы в центральной части города. Ни один архив я не видела вынесен за пределы города. Вот это старинный архив, а то современный. Дальше смотрим. Рядом в дворец императорский. Сердце гонолу. Вот такой комфортабельный читальный зал. Более 100 квадратных метров, в котором есть все. И самостоятельно вы можете скопировать документы. Посмотреть научно-справочный аппарат. Далее. Вот видите, тут все самостоятельно. Помоги себе сам, они говорят. То есть тут не требуется помощь даже консультанта. Разрешается фотокопировать бесплатно. Это национальный архив США в Вашингтоне. Далее. Старинное здание. Это архив библиотека штата Теннесси. Соединяется библиотека и архив штата. Далее. Тоже парковка для автомобилей. Очень комфортабельная зона. Вокруг. Ну, это коллекция документов Элвиса Пресс и Грейс Лантерки. Это в его поместье. Здание, которому он немногим более 80 лет. Но там находится... Архив сам находится в трех банках. И неизвестно место его нахождения. Не обнародуется. Неизвестно, не обнародуется. Но там присутствует электронный архив, с которым могут посетители знакомиться. Далее. Вот так вот он выглядит, этот электронный архив. В этом зале вы можете... Вот это архив его записи песен. Это... Можно дальше. Снова архив Вашингтона. И вы видите, далее, огромную очередь в архив. Дети. Все, любых возрастов люди, открыли современный музей архивного дела. Огромный зал, в котором выставили четыре основных документа этой страны. Далее. Далее. Вот это центр документации. Низавь, пожалуйста. Сейчас. Еще чуть-чуть ниже. Ниже. Да. Ладно, идем дальше. В общем, можете просто так вот повлекать, потому что это все очень красивые, огромные здания в центрах города. Вот это детская комната в архиве ядерных испытаний. Пожалуйста. Для детей ядерная боеголовка прямо в читальном зале, настоящий. И там рассекреченные документы. Сам архив засекречен, документы здесь рассекреченные. И свободный вход. В том числе и с детьми. У нас об этом и помыслить нельзя, чтобы здесь не прийти. Дальше. Еще, пожалуйста. Вот это центр документации нацистской партии Германии. Интереснейший проект. Он стоял разрушенный. В 1939 году вообще Гитлер не успел его достроить. И оставили. Его переделали, реконструировали под центр документации. И сейчас там музейная экспозиция и архивные документы. Далее. Он просто колоссальный размер. Это вот пример. Вот видите, вот старинно. Как он выглядел и как он выглядит сейчас. Часть его реконструирована. Далее. Ну, дальше. А вот, как говорится, предел мечтания. Это архив в Будапеште. 35 тысяч квадратных метров для такого же количества документов, как у нас, как в нашем архиве. Никто не спрашивает о нормативах. Вот вы строили архив. Пожалуйста, еще покажите. Вот это так он выглядит. Внутри это место, где проводится на самом высоком уровне. А это вообще удивительный архив, где все хранится в облаках. Интернет-архив Сан-Франциско. Тоже хоть все хранится в облаках, но выкупили здание в Мормонской церкви. Это колоссальное, громадное здание, в котором, пожалуйста, покажите. Видите, вот оно пустое. Но там сидят куклы архивистов. 120 человек работало в этом архиве. И каждого человека они увлековечили. Получается, вот видите, там серверы, которых невероятное количество. Все это в этом зале. И вот архивисты, которые создали этот архив. Пожалуйста, дальше. Вот современный архивист. Они, в общем-то, называют себя анархистами. И у них даже флаг такого черного цвета. Но они считают, что нужно все хранить в облаках и передвигаться на ношение времени из прошлого в будущее. Спасибо вам за внимание. Сейчас хочу передать слово Владимиру Халину, который покажет нам, каким мы видим архив наш, который не будет в историческом центре города, поскольку места архиву нет в Одессе. Спасибо за внимание.